Добро пожаловать на канал о криптовалютах Neolife. Всех приветствую, сегодня я хочу поговорить о новостях. Так, ивент на 50 тысяч XRP стартует менее чем через 30 часов от платформы Magnetic. Приготовьтесь к невероятным квестам комьюнити и расширению Magnetic. Вас ждут экстра квесты, взаимодействие как сетью XRP Ledger, так и сетью Xahao, ценные призы с минимальными требованиями и большая часть наград будет именно в XRP, а не в NFT. А также будет гранд приз, который повлияет на майнинг на платформе Magnetic и улучшит его для каждого пользователя Magnetic. Для его получения нужно будет сплотиться всему комьюнити и завершить каждый квест. Стартует ивент завтра, 19 февраля в 21.00 по Москве, так что не пропустите возможность заработать свои XRP. Ссылка на Magnetic будет в описании к видео. Переходите, изучайте и зарабатывайте вместе с нами. Также еще одна новость. Вот почему Всемирный банк назвал XRP стейблкоином, по мнению бывшего директора Ripple. Многие, включая Всемирный банк, уже классифицируют XRP как стабильную монету. Макбрайт подтвердил свою веру в полезность XRP и прогресс достигнутый с его внедрением. Кроме того, он подчеркнул, что Всемирный банк уже классифицирует XRP как стейблкоин, намекая на возможность того, что в будущем он станет стейблкоином, а не новой криптуалитой Ripple, привязанной к США. Признание Всемирным банком собственной криптуалитой Ripple в качестве стабильной монеты подчеркивает ее растущее признание и полезность в глобальном финансовом ландшафте. И это признание является существенным подтверждением усилий компании Ripple по позиционированию XRP как надежной промежуточной валюты для трансграничных платежей и расчетов. Однако следует отметить, что позиция Всемирного банка несколько противоречива. Аналитики подтвердили, что Всемирный банк мог бы включить XRP в список стейблкоинов, поскольку XRP Ledger объявила о планах по выставке стейблкоинов в течение многих лет. Кроме того, спекуляции вокруг трансформации криптовалюты, поддерживаемой Ripple, стейблкоин считаются безосновательными. С другой стороны, пользователь Каннерман выразил свою непоколебуемую поддержку XRP после ответа Макбрайта. Он отметил, что революция стейблкоинов для Ripple может принести огромную ликвидность, и он заявил, что во многих отчетах платильность XRP отмечается как недостаток для платежей. Я не считаю это таким, говорит он. А мне интересно, сможет ли полностью регулируемая компания привлечь такую ликвидность в реестр. Также еще одна новость. Yellowcard – это крупнейшая и единственная лицензированная платформа для on-off-ramp стейблкоинов на африканском континенте интегрирует цифровой стейблкоин USDC в сети Stellar. Благодаря этой интеграции пользователи Yellowcard смогут передавать стейблкоины с мгновенной скоростью и с минимальной комиссией за транзакцию. Это партнерство может ускорить внедрение цифровых активов и произвести революцию в глобальных платежах. Yellowcard известна своей удобной платформой и обширным присутствием в 20 африканских странах призвана улучшить качество обслуживания пользователей за счет интеграции стейблкоина USDC в сети Stellar. Эта интеграция сочетает в себе надежные функции сети Stellar, такие как низкие комиссии за транзакции и мгновенные переводы с одной из самых быстрозаточных цифровых валют в мире USDC. Также компания Yellowcard заявила, что выдаст 5 стейблкоинов USDC клиентам, которые передадут минимум 3 стейблкоина USDC через сеть Stellar, чтобы поощрить использование этой новой функции. Также еще Эдвард Фариной пишет, что банки больше не получают никакой ликвидности от центральных банков. Какое решение обеспечит ликвидность по требованию? Чем должно быть подкреплено это решение? Кто вскоре возглавит ФРС и кто стремится к возврату к золотому стандарту, связанному с криптовалютой? Задает им вопрос. Также еще Капиталист Чарный Лебедь пишет, что «Мы открыто говорили о том, что World Bank, МВФ и Всемирный Совет по Золоту открыто обсуждают необходимость обеспеченного золотом стейблкоина для центральных банков для токенизации золотых резервов. И мы считаем, что XRP станет здесь ключевым фактором». Также еще технический директор Ripple Дэйд Шварц называет XRP цифровым золотом. «XRP – это актив, который можно использовать для расчетов. Это что-то вроде золота, который может мгновенно телепортироваться по всему миру», – говорит он. В заключении видео я вам хочу напомнить про проект HOT – это аналог кноткоина от Telegram. Проект HOT от Near Protocol является криптоприложением номер один с точки зрения ежедневных уникальных активных кошельков. И уже здесь более миллиона участников. Near Protocol не является новичком в индустрии криптовалют и уже укрепил свое положение, пережив медвежий рынок и наличие на крупнейших биржах. Команда проекта укреплена отличными связями и поддержкой инвестиционных фондов, а стоимость токенов HOT может нас порадовать. И ожидается, что токен HOT будет добавлен на основные биржи, такие как Bybit и MEX с парой HOT и USDT. Так что, кто еще не начал копить монеты HOT, то советую начать. Через пару месяцев у вас будет уже приличное количество монет, если вы будете активно майнить монеты, делать прокачку и выполнять задания, так как здесь их намного меньше, чем в ноткоине. Как говорится, не надо откладывать в долгий ящик и начать чем раньше, тем лучше. И зарабатывать свои монеты HOT. Ссылка на проект HOT будет в описании к видео. Переходите и зарабатывайте свои монеты. Спасибо за внимание. Я надеюсь вам нравится мое видео. Отписывайтесь на канал, а также на мой телеграм канал. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok